Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всех радиослушателей и телезрителей приветствуем в эфире программа «Большая перемена». Сегодня у нас в гостях Латьяна Огородникова, директор Института народного хозяйства, доктор экономических наук и Александр Изместев, заведующий кафедрой отраслевой экономики и управления природными ресурсами, кандидат экономических наук. Мы поговорим сегодня о самой кафедре отраслевой экономики, направлениях, которые осуществляет кафедра, практической составляющей кафедры. Ну а вести эфир будем мы, Данил Шевчугов. И Наталья Ведокимова. Ну, Татьяна Владимировна. Александр Анатольевич, здравствуйте, рада вас сегодня видеть. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Ну и начнем с первого вопроса. Давайте поговорим об истоках, как зародилась кафедра отраслевой экономики и управления природными ресурсами. Ну, прежде чем я предоставлю слово Александру Анатольевичу, я бы хотела напомнить нашим слушателям, что сегодня вторая наша встреча уже. Вы в гостях на площадке Института народного хозяйства, и я очень рада приветствовать вас, всех, кому интересна образовательная программа, которую мы реализуем. Напоминаю абитуриентам, напоминаю их родителям, бабушкам, дедушкам о том, что Институт народного хозяйства проводит в жизнь философию того самого легендарного нархоза времен середины прошлого века, тогда, когда реальный сектор экономики стоял во главе всех проблем, во главе угла. Самая главная задача была развитие именно его, и сегодня мы готовим таких студентов, которые способны в нашем народном хозяйстве действительно осуществить свою миссию, а именно прирастить производимый валовый национальный продукт, а следовательно и увеличить национальный доход, который в конечном счете будет и личным располагаемым доходом, и каждый гражданин России почувствует у нас его в качестве своего личного дохода. Так вот, сегодня, в прошлый раз мы с вами беседовали, я рассказывала о кафедре экономики предприятия предпринимательской деятельности, главным образом рассказывал заведующий, саморуха Алексей Викторович. Сегодня мы здесь с изместием Александром Анатольевичем, мы приветствуем кафедру. Посмотрите, какое интересное название, в нем, в принципе, воплощается миссия кафедральная. Это кафедра отраслевой экономики и управления природными ресурсами. Но я думаю, что Александр Анатольевич более подробно, может быть, остановится на том, как исторически эта кафедра складывалась. Я не могу не сказать, как студентка конца 70-х, начала 80-х годов того иркутского нархоза, не могу не сказать, что были два совершенно замечательных инженерно-экономических факультета у нас. факультет машиностроения и автотранспорта, экономики и организации машиностроения и автотранспорта и факультет экономики и организации строительства и управления горной промышленностью. Но вот сегодня как раз мы говорим о той кафедре, которая явилась правоприемницей, по большому счету, вот того самого инженерно-экономического факультета машиностроения и автотранспорта. Смотрите, если следить нам за эволюцией перечня специальностей, которые были реализованы на данной кафедре Мы можем посмотреть, как развивались приоритеты в нашей национальной российской экономике То есть, если это 50-е, начало 60-х годов машиностроения, автотранспорт на очень долгие годы Дальше мы стали осваивать специальность, которая называлась связь Это 90-е годы, когда первые мобильники появились и затем они уже стали неотъемлемой частью жизни Да, вот тогда экономика и управление на предприятиях связи, такая специальность у нас, она была открыта Правда, сейчас мы ее уже не реализуем, исчерпала свои возможности Затем, посмотрите, у нас в 2011 году открылась программа экономика нефтегазового комплекса Перспективная, продвинутая В первый год тогда, в 2011 году мы набрали почти 100 человек абитуриентов Немножко дальше набор стал падать, но тем не менее, ребята востребованы Думаю, у нас будет сегодня время поговорить о том, насколько специалист с нашим дипломом Имеет возможность реализовать себя на конкретных предприятиях, связанных с углеводородным сырьем От добычи до транспортировки, переработки и реализации конечной продукции Ну и, конечно, у нас параллельно возникла специальность экономика лесного комплекса Которая впоследствии прям чисто инженерную специфику приобрела И уже под брендом «Лесное дело» стала реализовываться Вот видите, как мы охватываем самые разнообразные сферы экономики, отрасли Я подчеркиваю еще раз, дорогие родители, если хотите, чтобы ваш ребенок не просто ориентировался Во всех экономических ипостасях деятельности предприятия, но и имел отраслевую подготовку определенную То есть был знаком с особенностями технологий, пожалуйста, послушайте Александра Анатольевича Он сегодня свои специальности прорекламирует, и ребята тоже И посмотрите, какие у нас предприятия работают здесь, хотя бы в масштабах нашего региона Которые уже готовы наших ребят брать Вот буквально в эту пятницу в 12 часов к нам приезжают, скажем, гости Из ангарской нефтехимической компании Они приезжают сюда посмотреть на наших выпускников И даже приглашают студентов третьего курса То есть предвыпускной курс Потестировать их по профессиональным навыкам Представить свое предприятие То есть ребята востребованы, экономисты востребованы И вот этот вот тезис, который у нас пропагандируется априори О том, что у нас очень много экономистов Это не так на самом деле Экономисты, а тем более хорошие экономисты Это очень востребованные специалисты Надо учиться получать вот такие вот специальности Ну и, конечно, про лесное дело тоже у нас Александр Анатольевич расскажет Потому что это вообще сфера его симпатии Ему эта отрасль очень нравится Он у нас преподает как раз для студентов Различные дисциплины по этому направлению Вообще про кафедру хочу сказать, ребята Вот я вам перечислила Может быть взрослые люди тоже Вспомнят Те, кто когда-то соприкасался с перечисленными Мною специальностями, знайте Что кафедра ваша жива Кафедра ваша активна Кафедра ваша молода В том смысле, что она способна Осваивать, как вы видите, новые образовательные траектории Открывать новые направления И поэтому, в общем, приглашаем Пожалуйста, к нам Учиться от всей души Прошу вот еще вопросы Теперь к Александру Анатольевичу Татьяна Владимировна, спасибо Вы так подробно описали историю У меня вопрос к Александру Анатольевичу Сколько лет ведется подготовка специалистов По данному направлению вашей кафедры? Добрый день еще раз Уважаемые радиослушатели Абитуриенты, их родители Все, кто нас слушает Ну, Татьяна Владимировна, спасибо Вы очень подробно рассказали Про нашу историю Ну, я буквально Несколько штрихов добавлю Еще раз подчеркну Что действительно мы Одна из Старейших Кафедр Нашего университета Вот, собственно, наша история Идет с 1950-х годов Когда в нашем университете Который тогда Назывался Иркутский финансово-экономический Институт Еще до Института народного хозяйства 50-е годы Были открыты две специальности Это был специалитет, конечно Пятилетний Две специальности Экономика и организация Машиностроительной промышленности 1954 год И экономика и организация Автомобильного транспорта 1959 год И вот эти вот две специальности Они Подготовка по ним осуществлялась Несколько последующих десятилетий Вот По машиностроительной промышленности Подготовка закончилась В конце 1990-х уже годов А экономистов для транспорта Мы готовили еще В начале нулевых Годов То есть уже В этом В 21-м текущем веке Вот Но в настоящий момент Да Мы безусловно Сохраняем Приверженность Вот этой традиции Отраслевой подготовки И Как было сказано Татьяной Владимировной В настоящее время Наша кафедра готовит Специалистов по двум направлениям Это Одно из них Экономическое направление Программа называется Экономика нефтегазового комплекса И второе направление Оно не гуманитарное Я подчеркну Это отдельное Ну кто в курсе в теме Так называемая 35-я группа Сельское Лесное и рыбное хозяйство Вот Направление подготовки Лесное дело Вот Еще раз скажу Да, что это не гуманитарное Направление Подготовки Есть Если говорить о структуре Экономики Да, есть Понятие Лесного комплекса Все мы его знаем В обиходе Вот Лесной комплекс Состоит из двух Сфер Двух частей Ну можно сказать Двух отраслей Это Лесная промышленность И лесное хозяйство Лесное дело Относится к Той части Которая есть Лесное хозяйство Лесное хозяйство В свою очередь Это Целый перечень Направлений Видов деятельности Включающих Воспроизводство лесов Охрану их от пожаров Защиту от Вредителей Вредителей Как Природного характера Так и Соответственно Всевозможных Браконьеров Вот А также Такой вид деятельности Как Лесоустройство То есть Подробнейшее Описание Лесов И составление Рационального Плана ведения Хозяйства И Управление В области Лесных отношений Вот это все Лесное хозяйство Получается На вашей кафедре Действительно Уникальные Специальности И большая История В 65 лет Ну а давайте Теперь поговорим О практической Составляющей Как кафедра Поддерживает Связь С практикой Если коротко В двух словах Действительно Мы в первую очередь Наверное Если говорить О работе С абитуриентами О связи С практикой Мы работаем Через Ведущие Известнейшие Наши Отраслевые Компании И лесного Комплекса И Нефтегазового Комплекса Если говорить Про лес Это Министерство Лесного Комплекса Иркутской Области Центр защиты Леса Иркутской Области Лесоустроительное Предприятие Прибайкал Леспроект Крупнейшая Лесопромышленная Корпорация России Группа ИЛИМ Которая Представлена Братский Усть-Илимский И прилегающих Районах Если Это Речь идет О нефтегазовом Комплексе Напрямую Работаем Со структурами Роснефти Это И Ангарская Нефтехимическая Компания Верхничонск Нефтегаз ТАС Юрях Нефтегазодобыча Иркутская Нефтяная Компания Это наша Региональная Независимая Компания Вот Это структуры Газпрома В частности Газпром Добыча Иркутск Вот Таким образом Проводим Встречи Регулярно И Представители Этих Организаций Проводят Занятия Со студентами И проводим Профориентационные Мероприятия С приглашением Сразу Нескольких Представителей Спасибо большое Александр Анатольевич Спросите Вот добавлю Он почему-то Умолчал Совершенно Интересное Мероприятие Было в прошлом Году Проведено По приглашению Работодателей Как раз Александр Анатольевич У нас возил Наших студентов Выпускных курсов Показывал Будущим работодателям Вы в Уст-Илимске Были? Да В двух словах Буквально Расскажите Спасибо Это было Такое летнее По их приглашению Летнее приключение С группой Лим Была договоренность О том Что группа Лим Филиал Который в братском районе Иркутской области Пригласили Всех желающих Студентов В сопровождении Меня Вот Организовали Нам Трансфер Провели Шикарную Экскурсию Очень Интенсивного Характера Завезли на Лесозаготовительный Участок Показывали Кормили Одевали Оттуда Перебросили В город Братск На Промышленную Площадку Целеглазно-бумажного Комбината В общем Мы Полтора суток Буквально Со студентами На колесах Студенты Чисто были Добровольцы В количестве 14 человек И вот Мы уехали В ночь И приехали Ночью Замечательное Воспоминание Самые лучшие Впечатления Студенты Сказали Да Конечно Кафедра Наша Отраслевая Но Когда Видишь Вот это Все Вживую Не только Сидишь В аудитории Но Видишь Эти Технику Этот Громадный Комбинат Тебе Дают Возможность Оторвать Кусок Целлюлозы Той Самой Знаменитой Сибирской Хвойной Целлюлозы Которая За которой В очередь Стоит Китай И прочие Потребители Совсем Другое Отношение Я думаю Что после Таких Воспоминаний У студентов Ну просто Ну не будет Нежелания Пойти Работать По специальности Это же Так Ценно Да Я уверен Им очень понравилось Расскажите Пожалуйста О преподавателях Вашей Кафедры Ведь У студентов Есть возможность Не только Получить Теоретические Знания Но и Практические От ведущих Специалистов Отрасли Да Действительно Это так Но Традиционно Привлекаем К Учебному Процессу Представителей Профильных Организаций Ну буквально Вот всех Организаций Который я Называл По В каждый Момент Времени У нас По Три-четыре Представителя Работает И на направлении Лесного Дела И на направлении Экономики Нефтегазового Комплекса Но я хочу Сказать Что И Свой Штатный Состав Преподавателю У нас Уникальный Мы Ну я Наверное Не ошибусь Мы единственная Кафедра Где В настоящий Момент Пять Докторов Наук Профессоров Она у нас Работает И на нефтегазовом Направлении И на лесном Направлении Обеспечивает Ведение В том числе Специальных Дисциплин Вот Доктор Доктор Технических Наук Это уважаемая Генриета Денисовна Русецкая Вот Также Работает На Обоих Направлениях Нашей подготовки Достаточно Сильный Педагогический Состав Ну если Пять Докторов Наук И Сильная Теоретическая Подготовка Специалистов И практическая Тоже У вас Много Практиков В штате Да Это Неизбежно Потому что Дисциплины Очень Специфические Но Несмотря на то Что я представляю Оба направления Да Но все таки Надо сказать Что лесное дело Оно Еще более Специфическое Более Сложное Вот В своем Устройстве Организации И учебного Процесса И в плане Сферы Трудоустройства Будущих Выпускников Вот Очень Разнообразная Работа Они востребованы Очень Большой Выбор Вот Уровень Оплаты Труда Различается В зависимости От того Куда вы Готовы Пойти Грубо говоря Лесником Можно быть Заниматься Офисной Работой Вот здесь В Иркутске Можно идти В лесоустроительное Предприятие Полгода Что называется Жить в поле Описывать лес Ходить с планшетом Руководствуясь данными Со спутника Очень технологичный Вид деятельности И получать От 150 тысяч Рублей В месяц Но не все Выдерживают Не все Выдерживают Хотя есть примеры Что и девушки Работают В этих работах Я почему-то думала Что лесное дело Это больше такая Мужская профессия Но есть девушки Оказывается А есть Кто-то На примере Кто из выпускников Уже работает В этой сфере У нас даже Есть такие примеры Что наши выпускники Не просто работают В лесной сфере Они вообще Все там работают Они востребованы Все Без преувеличения Я говорю об этом Они еще и преподают Теперь уже У наших студентов Это и лесников Касается И кстати Те кто заканчивал Нефтегаз Та же самая история У нас То есть Они потом к нам Приходят сюда Будучи практиками И сейчас Прямо сейчас Ведут занятия Уже у наших студентов Министерство Максимально Заполнено Нашими выпускниками То есть Вот есть Очень интересная сфера Космический мониторинг лесов Посмотрите Это же Расшифровывать Космические снимки Составлять потом Программы Того Как с лесом Какие проблемы Решать должны Должны на основе Этой информации Это очень интересная Сфера деятельности То есть Мы с Данилом И наши Любимые радиослушатели И телезрители Делают такой вывод Что Возможность Трудоустройства У выпускников Достаточно большая Поэтому Обязательно Дорогие абитуренты Поступайте На экономику Нефтегазового комплекса Лесное дело Какая уникальная Специальность И лесное дело И экономика Нефтегазового комплекса Получите сильную Теоретическую базу И практические навыки Тоже Ну давайте В завершении эфира Мы поговорим Немножечко Про экзамены И вступительные испытания Если коротко Что нужно будет Задать будущим абитуриентам Для поступления На специальности Если говорить О ЕГЭ Которые необходимы Для поступления Я назову Три ЕГЭ С лесного дела Начну Это традиционно Математика И русский А третий ЕГЭ Он По выбору И здесь есть нюанс Я назову Пять предметов По выбору Это биология Физика География Иностранный язык И информатика Нюанс в том Что нет Общества знания При поступлении На лесное дело Что Честно говоря Несколько осложняет Нашу работу С абитуриентами Потому что После того Как ребята Записались И они не выбрали Общество знания Сдают Большинство абитуриентов Если не выбрали Бывают проблемы С поступлением Ребята хотят А нет Общества знания А остальные Четыре предмета Достаточно редкие Что касается Экономики Нефтегазового комплекса Это математика Русский И также Третий экзамен На выбор Из пяти Вот здесь Есть общество Знания История География Иностранный язык И информатика Также Мы наверное Приглашаем И студентов Среднего профессионального Образования Так как Мы перед эфиром С Данилом Узнали Что вы работаете Со студентами колледжа Также Конечно Обязательно Работаем Со студентами колледжа Тем более Опять же Если говорить о лесном деле Здесь у нас Прямая вертикаль То что в колледже Учатся ребята На специальности СПО Лесное и лесопарковое Хозяйство Ежегодно Где-то Треть из них Приходят к нам На бакалавриат Тем более Что на бакалавриате Спасибо нашему государству Государство Проводит Действительно Мудрую Дальновидную политику Поддерживая Вот Это направление Подготовки Негуманитарное Повторюсь Которое связанное С лесами Вот Во всех Смыслах И функциях Вот этой Вот Вот этого объекта Да Это и биогеоциноз И экология И рекреация И ресурсы И деньги Живые Вот Бюджетные места Выделяются Традиционно Нам в очень Хорошем количестве На этот год 25 бюджетных мест Бакалавриата Ну вот Дорогие абитуриенты Обязательно поступайте Но на этом На этой прекрасной ноте Мы завершаем наш эфир Данил Пожалуйста Представь наших Сегодняшних гостей В гостях у нас Сегодня были Татьяна Огородникова Директор Института Народного хозяйства Доктор экономических наук И Александр Изместев Заведующий кафедрой Отраслевой экономики И управления Природными ресурсами Кандидат экономических наук А вели эфир для вас Мы Наталья Евдокимова И Данил Шевчугов Спасибо вам большое И вам большое спасибо Напоминаю еще раз Всем ребята Что реальный сектор экономики Наше все Приходите Будем вас учить Не бывает экономики просто Бывает экономика Конкретной сферы Спасибо большое До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok